Самое охуительное в этих борцах за родину, то что даже если их страна теоретически победит, они все равно после ее победы переедут жить в другую страну, ведь экономика той страны позволит жить, а не выживать. Ведь уже сейчас Украина практически беднейшая страна Европы, и это будет продолжаться в ближайшие пару десятков лет, ведь экономика там просто убита нахуй. И когда вы меня спрашиваете, Макс, а если в твою страну придет Рашка, ты что не пойдешь защищать родину? Вы ебанаты? Серьезно, сюда придет 142-х миллионная страна по населению, ядерная держава, и мы со своим миллионом пенсионеров здесь что-то похрюхаем, вы думаете, здесь, когда уже сейчас люди воют за инфляцию, за бедность, за хуевые зарплаты, после того, как здесь пройдет военная заварушка и останется выжженная земля, а же в случае нашей фантастической победы миллионного населения против 142-х миллионной страны, мы не съебемся отсюда в поисках лучшей жизни, мы будем продолжать сидеть, где у нас не будет квартир, не будет домов, не будет экономики, не будет денег для жизни, не будем здесь за 100 евро сидеть и ждать чуда, да вы все съебетесь отсюда, вы все переедете в другие страны, то есть мы будем бороться за землю, за родину, с которой потом переедем, потому что жить здесь будет невозможно, бля, логика охуенная.